Роуч Майкл. Карма любви. Вопросы о личных отношениях. Предисловие. Я рос в Аризоне обычным американским подростком. Школа, свидание с девушками, затем поступление в Принстонский университет, где мне удалось достичь неплохих результатов. За успехи в учебе я получил медаль из рук самого президента в Белом доме. Мне казалось, что жизнь прекрасна, и впереди меня ждут великие свершения. Но однажды все изменилось. Той ночью я был в студенческой часовне на встрече добровольцев, которые хотели как-то помочь решить проблему голода в мире. Раздался телефонный звонок. Священник снял трубку, а затем подошел ко мне и, дотронувшись до моей руки, попросил пройти с ним в офис. Там он сказал, что моя мать только что умерла. В этот миг мой идеальный мир рухнул. Через некоторое время раздались еще два телефонных звонка. Первый о том, что умер мой младший брат, и второй, что погиб мой отец. Переполненный этим горем, я понял, что больше не вижу никакого смысла в том, чтобы оставаться в колледже и жить той жизнью, которой я стремился. Я бросил учебу и поехал в Индию, искать ответы. Там мне посчастливилось встретить нескольких тибетских монахов, а через некоторое время я и сам стал монахом. Я жил в тибетских монастырях более 25 лет, став первым за 600 лет человеком с Запада, который получил степень Гише, или мастера буддизма, в великом монастыре Сарамэй. Чтобы получить эту степень, мне пришлось пройти множество испытаний. Одно из таких испытаний – трехнедельный публичный экзамен, который принимали сотни монахов на тибетском языке. Вслед за этим Кенрин Поче, мой главный лама в монастыре, назначил мне еще один тест. Я должен был поехать в Нью-Йорк, основать алмазный бизнес и заработать миллион долларов, доказав тем самым, что я действительно понял принципы кармы, которым меня обучали в монастыре. Заработанные деньги я должен был отдать тибетским беженцам, чтобы помочь им с едой и другими вещами. Вернуться обратно в мир, особенно в мир Нью-Йорка и потенциально грязного алмазного бизнеса, было последним, чего бы мне хотелось. Поэтому я уклонялся от этого задания на протяжении многих месяцев. Но в конце концов, слово «ламы» перевесило, и мне пришлось его исполнить. Я помог основать компанию Andin International и привести ее к обороту в 200 миллионов долларов. Недавно она была куплена Уорреном Баффетом, одним из самых богатых людей в мире. С помощью денег, вырученных в компании, я смог помочь беженцам и многим другим людям. Наша компания стала одной из самых быстро растущих в истории Нью-Йорка. И это, естественно, привлекло внимание. На меня вышло издательство Double Day и попросило написать книгу о том, как мы достигли успеха, используя принципы кармы, принципы помощи другим людям. Так я написал книгу «Алмазная мудрость», названную так в честь известной сутры, которая объясняет карму и ее противоположную сторону, буддийскую идею пустоты. Эта книга стала бестселлером по всему миру, была переведена более чем на 25 языков, и ее используют миллионы людей. Особенно популярным стало ее китайское издание, которое помогло многим людям достичь финансовой независимости. Люди стали обращаться ко мне с просьбами приехать к ним и выступить с лекцией о книге. Через несколько лет после публикации мы с коллегами из Института алмазного огранщика организовывали бизнес-семинары и ретриты для тысяч людей из разных стран. Во время этих программ мы часто разбиваемся на небольшие группы и устраиваем обсуждения, которые мы называем «мудрость на каждый день», где каждый из участников может задать вопрос о своей собственной компании или карьере. Однажды во время такой программы женщина из группы спросила, могу ли я ответить на вопрос не о бизнесе, а об ее отношениях с мужем. Можно ли применить принципы алмазного огранщика, принципы кармических семян, так же и к семейной жизни? Я ответил, что, конечно же, можно. Кармические семена в нашем сознании отвечают за все, что с нами происходит. Внезапно, словно сквозь прорвавшуюся плотину, полились бесчисленные вопросы участников о самых интимных проблемах в их семейных отношениях. И в этот момент я осознал, что заботиться только о духовных потребностях и помогать решать проблемы с деньгами, едой и крышей над головой явно недостаточно. Наши личные отношения – это источник, возможно, самого великого счастья в жизни. Но также они могут быть и источником самой сильной боли. Если мы хотим быть счастливыми, если мы хотим, чтобы в мире царило счастье, тогда с этим вопросом взаимоотношений нужно что-то делать. Как это ни удивительно, но в древней традиции буддийских монахов накоплено немало мудрости о партнерских отношениях. Во-первых, существуют десятки тысяч несравненных книг открытой традиции. В этих книгах даны ответы на вопросы о происхождении всего в нашей жизни, включая наших партнеров. Это учение о кармических семенах. Но есть также и тайная традиция, которой тысячи лет, называемая «алмазный путь». И она открывает совершенно новые, восхитительные пути взаимоотношений с партнером, открывающие перед вами невероятные горизонты. В этих учениях говорится о том, что даже сам Будда достиг просветления только с помощью телотамы. Женщина, которая спустилась, чтобы воссоединиться с ним по велению наивысших существ Вселенной. Описание того, как они достигают духовного совершенства в объятиях друг друга на восходе солнца нового дня, является одним из самых великолепных фрагментов мировой литературы. Что касается моих собственных знаний, позволяющих писать мне о карме любви, то я думаю, что был самым счастливым среди своих друзей монахов, поскольку у меня были отношения до принятия монашеского сана. Большинство тибетцев уходят в монастырь в 7-12 лет. Я уже знал многое о женщинах, знал и о радостях отношений, и о боли, которая в них возникает. Мои родители прошли через очень тяжелый развод, через это ужасное сочетание, когда любящие друг друга не могут быть вместе. Но на мой взгляд, самое важное, что я прошел через отношения, которые я могу назвать божественными, и в которых мне удалось почувствовать вспышку того, что было между лордом Буддой и леди Тилатамой, Данте и Беатриче, Иисусом и Марией Магдаленой в саду. Спустя годы я укрепил этот опыт и обрел даже более глубокое его понимание благодаря тысячам часов обучения, проведенным у ног 12 величайших мастеров Тибета. Мне было даровано тайное посвящение в практике работы с партнером, и я провел много лет, переводя и изучая тысячи страниц древних текстов об этих практиках. Я предпринял искреннюю попытку следовать этим практикам, иногда привлекая нежелательное внимание прессы и недовольство руководства монастырей, некоторые из которых считали, что подобные знания не должны быть доступны широкой общественности. Но я верю в совершенный мир, верю, что вместе мы можем создать его, и верю, что он начинается и заканчивается в идеальных отношениях, с пониманием кармы любви. Итак, я хочу поделиться с вами тем, чему научился, чтобы помочь вам в ваших отношениях. На протяжении многих лет тысячи людей со всего мира задавали мне вопросы об их отношениях. Я постарался отобрать сто самых часто задаваемых вопросов и ответить на них здесь, опираясь на древнюю мудрость Тибета, с любезного благословения моего сердечного друга и учителя. Я надеюсь, что они помогут вам и тому совершенному человеку в вашей жизни. Геше Майкл Роуч. День благодарения 2012 года. Самый важный вопрос. Вопрос первый. Первая подружка появилась у меня в шестом классе, когда мне было 12 лет. Невозможно сосчитать, сколько раз я вступал в отношения с тех пор. Должно быть десятки. И почти каждый раз они заканчивались очень печально, хотя вначале я возлагал на них большие надежды и думал, что в этот раз все будет иначе. Я применял все возможные советы, я прочитал все возможные книги, но у меня печальное предчувствие, что мне ничего не поможет. Скажите с самого начала, в нескольких словах, почему метод кармы любви поможет мне, если множество других методов не сработало? Я верю, что вы перепробовали все или по крайней мере многое, чтобы найти настоящее отношение. А все, что вы не испробовали, вы видели на чужом опыте и убедились, что это тоже не помогает. Я думаю, все согласятся, что если подход кармы любви работает, то он должен в корне отличаться от всего, о чем вы слышали ранее. Так оно и есть. Прежде всего, карма любви действует и действует всегда. Видите ли, почти все, что мы предпринимаем в жизни, мы делаем с пониманием того, что это может получиться, а может и нет. Даже принимая таблетку аспирина от головной боли, мы глотаем ее и надеемся, что она поможет. И вполне возможно, что так и произойдет. Но возможно и нет. Как это ни печально, но каждый из нас на собственном опыте убедился в том, что все работает только время от времени. Никому и в голову не придет взять пустую пачку от аспирина, вернуть ее обратно в аптеку и потребовать назад половину денег, потому что половина таблеток не помогла, когда болела голова. Мы привыкли к неудачам, мы ожидаем их, по крайней мере, время от времени. И в глубине души верим, что это жизненная неизбежность, нечто, что мы не в силах изменить. Тем не менее, карма работает всегда, если вы правильно понимаете, как ее использовать. Чтобы добиться такого понимания, потребуется серьезное усилие. Эта книга вам не поможет, если вы не готовы к восприятию новых идей, к размышлению над ними и к соответствующим действиям. Для начала вам придется понять, откуда на самом деле происходит весь мир вокруг вас. А затем вы начнете использовать эти знания для создания отношений, о которых мечтали всю жизнь. Так что давайте прямо с ходу приступим к самой основной новой идее, которую вам предстоит изучить, к идее пустоты. Я держу в руке ручку и спрашиваю вас, что это такое? Ручка, быстро отвечаете вы. А если сейчас в комнату забежит щенок, и я помашу этим предметом у него перед носом, что он сделает? Ну, не знаю, думаю, что он с удовольствием его пожует. Тогда чем же щенок считает эту ручку? Ну, можно сказать, что для него это палочка для игры. Это был первый шаг в вашем понимании пустоты. Теперь пойдем дальше. Хорошо, тогда кто прав? Человек или собака? Это все-таки ручка или палочка для игры? Я полагаю, что правы оба. Для меня это ручка, для собаки палочка для игры. Хорошо, хорошо. Права животных и все такое. Получается, вы оба правы. Этот объект с точки зрения разных наблюдателей является и ручкой, и палочкой для игры. Теперь следующий вопрос. Если я возьму этот объект и положу его вот сюда на стол, а вы со щенком оба выйдете из комнаты, то чем этот объект будет являться? Ручкой или игрушкой? Ну, если нет никого, кто воспринимал бы объект тем или иным образом, то я думаю, мы должны были бы сказать, что объект не является ни тем, ни другим, ни ручкой, ни игрушкой. Но он обладает потенциалом быть и тем, и другим в зависимости от того, кто вернется в комнату, человек или собака. Ну вот, теперь вы поняли. Вы уже освоили очень трудное понятие пустоты, идею, которая абсолютно необходима, если вы собираетесь создавать себе совершенного партнера. Постарайтесь понять, что означает понятие пустоты. Это не чернота повсюду, и не выражение «ничто является ничем», и не принцип «ничто не имеет смысла». Предмет, лежащий на столе после того, как человек и собака покинули комнату, пуст, потому что он ничем не заполнен, как чистый белый экран перед началом фильма. Все вокруг нас и каждый человек в нашей жизни являются такими же. Они пусты, чисты, свободны. Вы можете быть очень недовольны человеком, с которым у вас закончились отношения, но наверняка найдется много других людей, считающих его весьма приятным. Он как и ручка, все зависит от того, что вы видите. Все зависит от того, кто смотрит. А теперь возьмите ручку в одну руку, держите ее перед своим лицом и покажите мне другой рукой, откуда происходит ручка, от себя самой или от вас. Проведите рукой по направлению от ручки к своим глазам, если вы полагаете, что ручка происходит из себя самой. Или же проведите рукой по направлению от глаз к ручке, если вы считаете, что ручка происходит от вас. Почти все показывают от себя к ручке. Она исходит из меня. она должна происходить от меня, а палочка для игры происходит от щенка. Правильно, если бы ручка была сама по себе ручкой, тогда и пес должен был бы видеть в ней ручку. Он постарался бы схватить ее лапой и написать, может быть, стихи для своей подружки-собаки со словами «У тебя великолепный хвост». Итак, здесь нам все ясно. Ручка происходит из меня. Сама по себе она и не ручка, и не игрушка. Она пуста, она свободна. Таким образом, если я вижу ручку, то она происходит из моего собственного сознания. Тогда можем ли мы закрыть глаза и пожелать, чтобы ручка превратилась в кольцо с бриллиантом? Попробуйте прямо сейчас и посмотрите. Вы сами знаете, что не получится. Великолепный новый молодой человек может происходить из вашего сознания, но это отнюдь не означает, что вы можете просто закрыть глаза и вызвать его к существованию. Мы можем хотеть, желать и молиться обо всем, что нам нужно, но этого не происходит. Каждый одинокий человек на земле желает, чтобы рядом кто-то был. Но желание не вызывает появление другого человека. Так почему же мы видим ручку? Как она приходит из нашего сознания? В нашем сознании есть семена, кармические семена. Они лежат глубоко в нашем подсознании, и когда приходит время, они прорастают, как семена деревьев. Я держу в руке перед вашим лицом черную палочку. В какую-то долю секунды кармические семена открываются в вашем сознании. И вот возникает яркий образ ручки. Эта крошечная картинка ручки возникает между вами и черной палочкой в тысячную долю секунды. Так быстро, что вы в жизни не заметите, как это происходит. И вот перед вами ручка. И это настоящая ручка. Вот до чего хороши ментальные картинки. Вы можете взять ее и писать. Понимаете, к чему я веду? Если вы женщина, которая ищет партнера, и привлекательный мужчина заходит в кафе Старбакс и поворачивает голову в сторону вашего столика, это то же самое, что и ручка. Он происходит из семян в вашем сознании. Ах, теперь все, что нам нужно, это узнать, как же сеять эти семена. Если коротко, то мы можем посеять семена только при помощи другого человека. Чего бы мы не хотели, сначала мы должны увидеть, как то же самое получает кто-то другой. Когда мы помогаем кому-то получить то, что он хочет, это действие засевает в нашем уме семена, позволяющие позднее нам самим получить то же самое. Так как семена созревают и открываются. Это означает, что вы можете посеять своего будущего партнера или изменить все, что хотите в партнере, который у вас уже есть, потому что все происходит из вас. Вам просто нужно научиться это делать. Чтобы стать хорошим фермером, вам надо научиться правильно сеять семена и хорошо за ними ухаживать. И тогда у вас будет все. И вот ответ на ваш первый вопрос, самый важный из всех. Да, у вас могут быть и партнер, какого вы только пожелаете, и те отношения, о которых вы мечтаете, если только вы научитесь сеять правильные кармические семена. Это мы и собираемся раскрыть в ста вопросах, которые вы найдете в этой книге. Каждый раз, отвечая на чей-то вопрос, мы знакомим вас с техникой кармического земледелия. Мне бы хотелось, чтобы первым делом вы сели и прослушали эту аудиокнигу от начала до конца, даже если какие-то вопросы перед вами пока не стоят. Постепенно вы обучитесь всему, что вам необходимо знать о карме любви. После этого вернитесь к вашей собственной жизни. Так вы будете готовы применить на практике ответы, найденные здесь. Это новая, совершенно новая система из древнего Тибета, которая работает всегда, и в этом ее отличие от всего, уже известного вам. Почти все поднятые здесь вопросы относятся к традиционному партнерству, между девушками и молодыми людьми, мужьями и женами, поскольку именно в таком виде вопросы приходили ко мне со всего мира. Тем не менее, изложенные здесь принципы были успешно применены множеством людей и в других отношениях – семейных, дружеских, коммерческих, коллегиальных, а также и в однополых отношениях. Поэтому спокойно используйте карму любви во всех своих контактах с другими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok